Маленькая пятница Ну или прям пятница, пятница Вот сегодня, наконец-то, пятница Нет, сегодня четверг, мы говорим, просыпайтесь с хорошим настроением Радуйтесь предстоящему дню и тому, что вы успеете сделать сегодня точно все и вовремя Любую гору свернуть, любую вершину покорить Абсолютно точно, мы уверены, у вас это получится Ну а мы постараемся, ну так это максимально вас настроить, зарядить, разбудить, ну и все, что с этим связано Да, понимаете, такие дружеские похлопывания, легонечки, ласковые ляпки от нас прямо сейчас Для вас, чтобы вы просыпались и говорили, наконец-то я проснулся, наконец-то я включил первый Приднестровский Наконец-то хороший день сегодня Да, вот и начался хороший день вместе с первым Приднестровским и программой «Доброе утро, Приднестровье» Начинаем Мы продолжим говорить о важных событиях в стране, ну и собственно не так, чтобы события уже привычные для нас реальности, к сожалению, не очень радостные Да, к сожалению, не очень радостные, но при этом, как показывает практика, да, когда долго живешь даже в условиях определенной опасности, быстро ко всему привыкаешь и немножко расслабляешься Хотя поводов для расслабления нет совсем, потому что коронавирус продолжает распространение, продолжает мутировать, вырабатываются новые штаммы, в общем-то расслабляться еще очень рано Да, но надо сказать, что пока, если говорить о темпах вакцинации, у нас вакцинировано чуть больше 18% населения, это чуть больше 80 тысяч человек Ну, 18% для выработки коллективного иммунитета категорически мало В этом смысле, ну, пример можно взять, например, с Израиля, там вакцинировано больше 80% жителей страны Ну, казалось бы, да, как круто, ну должно быть все хорошо, но там новая беда Это дельта-штамм, то есть коронавирус показывает нам, что он очень коварный, умный какой-то там, в общем И мутирует до такой степени, что вот уже даже две дозы полной вакцинации, да, там файзером они прививаются Не спасают, и у них новая волна, и они вынуждены приступить к повторной вакцинации То есть третью дозу вынуждены колоть Да, но все армии антипрививочников, которые сейчас отаяли дыхание и подумали, что вакцинироваться не стоит Мы скажем так, что те люди, которые провакцинировались и заболевают коронавирусом повторно, намного легче и проще переносят заболевания, чем те, которые не проходили вакцинацию Да, согласитесь, это крайне важно Еще из-за мировых новостей, связанных с коронавирусом, совсем скоро начнется пара Олимпиада Там, собственно, будут выступать и приднестровские спортсмены с 24 августа по 5 сентября в Токио И впервые в истории Олимпиада, пара Олимпиада без зрителей Понятно, что причина коронавируса Просто услышите цифру, продали порядка 770 тысяч билетов и их всех возвратят, потому что в Японии введено чрезвычайное положение Ну, в некоторых городах, конечно В Иране ввели шестидневный локдаун и на две недели запретили передвижение между провинциями Для них это уже пятая волна коронавируса Пятое, представляете себе? Дальше, во Франции в больнице попадают младенцы с тяжелой формой COVID-19 То есть, если в начале пандемии мы говорили о том, что как раз дети Да, дети в зоне безопасности как будто были Практически не чувствуют влияние коронавируса А здесь вот, пожалуйста, тяжелая форма у младенцев То есть, и кажется, что вроде бы эти новости, они где-то там Как будто нас они совершенно не касаются У нас не было даже второго локдауна То есть, тут уже какой-то там пятый по счету, да? У нас даже второго не было И вроде бы как бы мы себя чувствуем Ну, вроде как спокойнее мы дышим Легче нам живется Не такие у нас жесткие ограничения Точнее, не то, что не такие жесткие Как бы совсем не жесткие Ну, у нас их, по сути-то и нет, да Ну, есть определенные ограничения Но не сравнить с тем, что происходит в мире И вот эта ситуация, мне кажется, в каком-то смысле, безусловно, нас расслабляет Но согласитесь, даже просто читая эти новости Понимаешь, что расслабляться ни в коем случае нельзя Напомним, вакцинация у нас сейчас доступна для всех Это бесплатно Присоединяемся к этому процессу, вырабатываем коллективный иммунитет Мы просто призываем вас Я просто добавлю новость про Францию Что там дети заражаются как раз от родителей Которые не ставили себе прививку Не делали вакцину от коронавируса Это тоже повод задуматься о том, что, как я люблю говорить Да, что в первую очередь вакцина защита окружающих А затем уже и себя Поэтому не боимся Идем вакцинируемся, создаем этот коллективный иммунитет Для того, чтобы коронавирус наконец-то отступил Ну а сейчас наш социальный блок рекламы Опять-таки напомним о важном сейчас Чтобы побороть эту пандемию Необходимо Уже все средства применялись И изоляции, и масочные режимы, и обеззараживания Но этого недостаточно Если создадится коллективный иммунитет Если большая часть населения будет привита То тогда можно будет побороть эту инфекцию Много есть хороших поводов для праздников Для улыбок каждый день Календарь дарит нам день за днем Какое-то еще интересное событие Которое стоит отпраздновать Слушай, есть замечательные люди Которые вот эти праздники придумывают Заносят их в Википедию День кошачьих лапок Да, да, ну вот чтобы мы, допустим, ведущие Заглядывали туда и радовались Ой, ну вот просто хлебом нас не корми Дай найти какой-нибудь праздник Да вам о нем рассказать Причем реально есть праздники Ну вот да, типа кошачьих лапок Или, например, день рождения русской тельняшки Очень важно, я считаю, прям вот Как бы мы вообще жили без этого праздника Да, например, вернемся к истории 19 августа 1874 года Появился указ, который определял тельняшку Как обязательной частью формы русского моряка Кстати, я знаю, почему именно такая Знаешь, знаешь, почему она полосатая? Если моряк начинает тонуть его Ну, он, к сожалению, выпал как-то за борт Или тонет корабль То именно вот такой цвет И виден на морских волнах Так легче будет видеть человека Поэтому специально моряков одевали именно в тельняшки Именно черно-полосатые или голубо-полосатые В зависимости от моря, в котором они ходили Да, ну и надо сказать, что вот эти белые, да И синие полосы поперечные Это, собственно, цвета Андрейского флага Да, официального флага русского военного морского флота То есть тут, конечно, все не случается Русского военного морского флота Маша специально делит, чтобы вы запомнили, какой флот Потому что вдруг вы подумаете, что мы про американцев говорим Нет, мы говорим про наших родных русских моряков Что этот праздник активно отмечают, ну, понятное дело в Санкт-Петербурге Естественно Вот, поэтому там сегодня будет наверняка много людей в тельняшках Радостно отмечающих этот праздник Главное, чтобы они эти тельняшки не рвали Знаете, потому что вот эта известная поговорка Не надо рвать на груди тельняшку Да, но дресс-код, в общем, сегодня в Питере, понятно, какой Но если говорить, кстати, вообще о тельняшках Это же не только уже моряков касается Уже очень много лет Это, по сути, часть там и женского гардероба Мужского И мужского, естественно Ну и попали тельняшки в высокую моду Жан-Поль Готье прямо на своих показах в Париже Использовала, значит, тоже эти поперечные полосы Все это выглядело невероятно привлекательно Стильно и красиво Стильно и красиво Жан-Поль Готье за то, что он внес Ну, ты знаешь, на самом деле Жан-Поль, обращаясь к тебе Скажу тебе честно, что многие русские просто так носят тельняшки уже после армии Потому что не потому, что это высокая мода А потому что функционально, тепло и долгоносимо Да, очень устойчивая одежда к переменам погоды и настроения обычного человека Да, ну, надо сказать, раз мы уже заговорили о высокой моде, так сказать Да, то сегодня нужно отметить и день рождения Коко Шанель Ну, понятно, что даже люди далекие от высокой моды знают эту великую, по сути, женщину Ну, и что тут интересно Она ратовала не только за красоту, стиль, но и за комфорт Впервые, собственно, в свое время она пришла к тому, что женщины должны выглядеть не только красиво и стильно Но и им должно быть удобно То есть, если раньше вот это дышать невозможно Корсеты, сумасшедшие юбки Пошли вот эти жалобы женские о том, что раньше нам было трудно А Коко, значит, брюки в женских гардероб Да, пожалуйста, причем сейчас-то понятно, кого этим удивишь А для ее времени это был совершенный прорыв Она же придумала носить сумочки на цепочке То есть, если раньше такой ридикюльчик в руках несешь Так полуторокилограммовый ридикюльчик просто для того, чтобы прогуляться Не всегда это удобно, комфортно Ну, а, собственно, говорит, я часто, например, теряю свои ридикюли Мне неудобно Приделала туда цепочку И вот, пожалуйста, сейчас современные сумочки Хорошо, когда у тебя дома есть собака От нее забрала цепь, ела к сумочке и носишь Я, кстати, посмотрел на год Это примерно и 20-е годы 20-го столетия Просто для примера, да, насколько это было революционно О том, что говорит Маша, да, про брюки В то время в Англии, в Англии были специальные купальные костюмы Которые закрывали полностью тело Женщины купались в платьях Причем для них делали отдельные купальни И вывозилась специальная карета Открывалась дверь, оттуда выпадала женщина в платье Я не знаю, что она, ну, как это возможно было искупаться То есть она мочила одежду и забиралась обратно Карету увозили, женщина красивая говорила Вот, и я побывала на море и просила местного художника Сделать селфи на фоне облаков Сделать селфи, да Ну, в общем, огромное спасибо Коко Шанель От всех женщин мира на самом деле Ну и плюс она придумала, ну, еще, не знаю Маленькое черное платье, да Это тоже, мне кажется, об этом знает просто весь мир Это то, что никогда не выйдет из моды И вот эта вот лаконичная красота Когда ничего лишнего, это очень-очень здорово Ты все никак не можешь подойти к главной теме Потому что Коко придумала и аромат Шанель номер 5 За что спасибо и говорят все юмористы этого мира Потому что не шутил про Шанель номер 5 Только ленивые, понимаешь? Однозначно Никто не знает, кстати, какой запах у них Но Шанель номер 5 знают все Ну, не очень, честно, не очень А, сегодня Шанель номер 5, я понял, да Нет Но, правда, это очень на любителя Но тоже, опять-таки, вот эта лаконичность Она даже в названии Потому что ей предложили там Порядка 10 или 20 вариантов Самых разных ароматов И она просто выбрала флакон, который вот был под номером 5 Ну и все просто Шанель номер 5 И великая женщина могла назвать просто духи номером Я думаю, что мало кто себе В сегодняшней действительности может это позволить Посчитать, что это какой-то эпатаж А тогда для нее это было совершенно нормально Удивительная женщина, правда Ну что, я думаю, что мы можем продолжать, собственно, говорить о праздниках сегодня И значимых событиях Да, ну и надо сказать, что сегодня Международный день гуманитарной помощи И здесь мы, конечно, не можем не сказать о России Потому что очень много самых разных проектов помощи От них, для нас И сейчас об одном из таких проектов мы расскажем в нашем следующем сюжете Эти книги списаны и подлежат утилизации Как бы ни старались, поддержает библиотечный фонд А книги тут перешивают, подклеивают Изношенность все равно велика 70% взрослой и 80% детской литературы не подлежит ремонту Между тем, читателями в столице только за прошлый 20-й год стало 25 тысяч человек На руки выдали 300 тысяч экземпляров книг Спрос есть, но поддержать баланс между новыми и старыми книгами тяжело Фонд наших библиотек, Терраспольской ЦБС 580 тысяч экземпляров И, конечно, это в основном литература советского периода И, конечно, хочется, когда приходят дети, первый раз в библиотеку Дать им красивую новую книжечку Чтобы ребенок заинтересовался и приходил в библиотеку И хотел читать А такой возможности, конечно, не всегда мы можем предоставить такую возможность О полном обновлении фонда тут пока только мечтают Его удается лишь пополнять за счет общественных организаций, самих читателей или гуманитарных подарков Один из таких совсем недавно передали в библиотеку Это партия новых и качественных книг ограниченным тиражом «Помощь России» Здесь сейчас первая поставка – это 3600 книг Здесь литература разного формата, разного направления Начиная от детского, заканчивая художественной, познавательной, классической Также нам оказал помощь фонд русского зарубежья имени Солженицына Также самопредставленная эта литература Часть книг приобрести просто в розничной сети нельзя Это уникальная литература Она будет также доступна нашим читателям в наших библиотеках республики Еще одну партию ожидают в начале сентября Жанр печатных подарков совпал с интересами читателей и нуждами библиотеки Это отдел обслуживания юношества Завсегдаты, тут школьники и студенты Читательская активность удивляет На сегодняшний день мы обслуживаем более тысячи читателей И выдано более 10 тысяч книг Это на сегодняшний день, и статистика эта радует нас Требованиям молодежи отвечает стеллаж С самыми запрашиваемыми книгами в интернете В последнее время появляется спрос на литературу по психологии По возвращению книги непременно отправятся на карантин В отложке они проведут 72 часа Несмотря на ранний час в читальном зале оживленно Но и тут ограничения не больше шести человек Кстати, каждый может оказать гуманитарную помощь библиотечной сети Книги в дар принимают от всех читателей Поговорим еще об одном празднике И еще один хороший повод День фотографии, друзья И, конечно, мы хотели кого-то позвать об этом поговорить Ну, как кого-то Понятно же, что с нами сегодня Мы хотели позвать поговорить об этом врача Знаете ли, как вы относитесь к фотографии? Да, понятно, что в нашей студии сегодня фотограф Сергей Соколов Доброе утро Доброе утро, да С праздником! Спасибо! Ну, вообще, день именно фотографа 12-го, по-моему, июля Сегодня день фотографии Вообще, как-то эти праздники отмечаются, не отмечаются? Может, гладите фотографии, любимые, прикладываете к лицу, говорите Господи, какая ты красивая Ну, вот день фотографа, да, мы скромно отметили А про день фотографии, если честно, забыл Забыл Передадим по цепочке, называется Да Ну, вот мы немножко за кадром уже поговорили С Сергеем об этом Но вот честно, если я вспоминаю себя Вот, ну, там лет, наверное, может быть, 10-15 Не знаю, сколько назад Если вспомнить, ну, вот топовых фотографов Тогда мне как раз вот Твое имя приходит, наверное, вот одно из первых Вот Сергей Соколов, профессиональный фотограф Сейчас просто сильно больше фотографов Раньше нет Вот сколько лет Все так, да Да, сколько лет ты уже в фотографии И как давно это вот действительно стало делом жизни Ну, официально с 2006 года 2006, да, да, примерно Ну, это год, наверное, я ходил так с фотоаппаратом А потом уже все официально Вот тебе значок А как все начиналось? Сейчас понятно, что, наверное, если ты как-то видишь кадр То это можно понять, даже учитывая, там, телефон И вроде бы как... Сейчас все очень просто Да, но вот 2000-е, там, 2000-е, да, еще телефоны были другие Понять, что ты, значит, можешь там как-то... Нет, ну, можно было что-то на них сфоткать, но рассмотреть можно... Ну, это скорее была функция... Какая-то игрушечка это была еще Штат шире, да Ну, вот сейчас, да, мы начали говорить, да, о том, что в каждом телефоне есть камера Нет ли... ну, да, и все считают, что они фотографы, Инстаграм об этом говорят Как минимум чуть-чуть, но точно фотограф Инстаграм сделал всех фотографов Всех, да, всех фотоэкспертами причем О, я тут... Нет ли ощущения, Сереж, что именно профессия фотографа как будто потихонечку отходит на второй план Вот именно профессионального фотографа Обесценивается в смысле Ну, по чуть-чуть ее, да, обесценивают, двигают, но все равно, как бы без профессиональной техники тяжело что-то делать Хотя и сейчас телефон позволяет многое сделать На момент выхода айфона 4, по-моему, нью-йоркский журнал провел эксперимент Они убрали всех проффотографов и раздали своим кором как раз на тот момент вышедший этот айфон 4 Типа хороший фотографирует И вот потом показывали результат, был какой-то хоккейный матч И там трофей, кубок, фото от фотографа И какая-то непонятная каша-шевеленка от корреспондента с телефоном И вот разница Сейчас, конечно, эта штука у вас в руках гораздо лучше фотографирует Но все равно, так как сделает профессионал Ну, любитель так не сделает Ну, вот если опять-таки возвращаясь вот тогда в 2000-е Риск какой-то вот чувствовался, да, что здесь, ну, действительно, того, чтобы вот вступить в эту профессию Ну, нужно где-то не побояться, да, вложиться в это все Да, да, не все так просто было Да, если сейчас действительно начинаешь там с айфона постепенно как-то там, ну, или с какого-то другого Банальная любительская камера уже позволяет делать приличные снимки И получив на Новый год подарок от родителей под елку камеру Вы в соцсетях пишите, принимаю заказы на сайте Вот, да И плюс еще действительно соцсети Некоторые же для соцсетей делают, в принципе, все на телефоны Это работает, и эти работы продаются Ну, тогда такого не было То есть тогда реально вступить в профессию Конечно, если вы хотели получить фотографию Либо вам надо нанять человека специально обученного Либо иметь кого-то из друзей или сам фотоаппарат Да, и для фотографа нужно было в это все вложиться Не было страшно вот в эту профессию идти? Нет, конечно То есть вот Ну, когда человек хочет быть водителем, он покупает автомобиль Это нормально, конечно Это инструмент, который, ну, необходим Там, плотнику нужен, там, молоток или пила Ну, а вообще, что для фотографа главное все-таки? Свой взгляд, да, умение видеть кадр Либо это все-таки и техника в том числе Вот что главное? Ну, тут как бы совокупность всего Нужно иметь и видение свое, и момент уметь словить Ну, естественно, если вы словили глазами, а техника протупила Да, очень обидно бывает порой Особенно тогда, в самом начале пути, когда фотоаппараты были не такие быстрые, скажем так Не такие, ну, светлые То есть можно было увидеть, нажать на кнопку, пока он думал все это Момент ушел Да, момент такой, раскланился и ушел Уже и солнце село Да, или наоборот, там, фотоаппарат отработал как надо Но фокус не туда навелся или еще что-то И ты видишь просто брак Становится грустно, печально А если это что-то ответственное, то и... То, конечно, да Немножечко обидно, да? Да, да, да Ну, вот на самом деле, многие думают, да, что фотограф это как? Ну, щелкнул и на завтра уже, может, даже сегодня отдал флэш Сразу, сразу Но я, насколько я с этим даже сталкивался и видел То есть есть огромный пласт именно работы обработки Сколько вот, Сереж, идет она Сидячая работа Сколько это трудно, да Ну, конечно, вот представьте, вы отсняли материал, да, для своего сюжета Вы приехали со съемки, это все слили Это сразу же в эфир тоже многие думают, сразу же Мы же так и пишем прямым ходом, прям Все, что в голову взбредет, то и говорим Одним файлом все снимается Все это слили, это заняло какое-то время Потом отсмотр, да, надо отсмотреть, выбрать что-то В вашем случае, так же, как и моем, покрасить это все Смонтировать и отправить в эфир, в моем случае опубликовать То есть это занимает, ну, если это репортаж, это одно время Допустим, там оперативность важна, если это какая-то такая Более художественная, постановочная съемка Там еще и какая-то ретушь, да, там что-то кому-то подправить Это еще больше времени отъедает То есть порой сидячая работа, снимали час, сидите 24 часа А вообще, насколько важна обработка? Вот даже при наличии крутой камеры Это все-таки большое значение имеет Потому что многие думают, ну, хороший же фотоаппарат Вы не поверите, в век Инстаграма Это просто колоссальное значение имеет Люди настолько, ну, как сказать, развратились Они себя уже не видят без фильтров То есть профессиональная техника – это высокоточный инструмент, который передает все как есть Морщиночки там, значит, наши Абсолютно все в высоком разрешении То есть если телефон где-то вам там сглаживает немножко, может даже форму там чуть поменять Чуть-чуть ухудеть, да? Да, то профтехника И многие не хотят себя видеть в оригинале Многие просто расстраиваются, да, если честно Потому что особенно, как вы, девочки, умеете сделать селфи Для меня это просто загадка нереальная какая Это тайна, это огромная тайна Просто тайна, покрытая мраком Да, если Машу встретить в городе, ребят, я иногда, ну, даже пугаюсь А, это ты, Маш, то есть? А на камере совершенно другая Вы, как и зрители, наверняка знаете, да, что если открыть там любую страницу Инстаграма Ну, девчачью, и отсмотреть ее, и потом увидеть Да, можно не узнать Можно не узнать, да Я, например, тоже Все очень приукрашено Очень приукрашено Я, например, там в том же Инстаграме не использую маски То есть если я вот так записываю, то как бы А там иногда смотришь, и ты понимаешь, что какие-то глаза вытянутые у людей Все нарисовано, да, подбородок сужен, носик сужен, губы, глаза Эти фильтры именно лицевые, они же мама дорогая То есть действительно ты потом встречаешь человека и понимаешь, что это А ты кто? Кстати, в некоторых странах уже стали бороться с этим И весь, ну, не весь, а некоторый глянец печатный уже пишет Что к фотографии были, была применена ретушь и обработка Это искаженное изображение Да, но мне просто кажется, что в Инстаграме ты сам хочешь, значит, вот этого сделать Все хотят быть лучше Да, все Да, но все равно, когда ты идешь к профессиональному фотографу Особенно если это какая-то портретная съемка Мне же наоборот кажется, что круто Это очень завышенное ожидание Да, наоборот кажется круто, чтобы вот запечатлеть то, что есть в тебе на самом деле Хорошо, что это вы понимаете Или до сих пор все-таки люди хотят видеть Ну, многие хотят лоска, глянца какого-то То есть вот это остается Да, да, примерить, так сказать Нет таких моделей, которые приходят и говорят Хочу все морщины Ну, есть, конечно, да, вынь душу из меня Да, да Покажи, как ты это видишь Есть и такие, конечно, но с такими людьми гораздо сложнее Еще сложнее, да, все-таки? Ну да, проще там наложить какой-то фельд Да, 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 да Глазки, губки читаются, все отлично Ну, а когда так, это уже, как сказать, разговор по душам Один на один, да Ну, хочется поговорить еще о том, что очень много у тебя самых разных направлений, да Это события, самые разные просто Там свадьбы, все, что с этим связано Портретные какие-то работы, студийная работа, то есть тоже Что ближе, вот, из всего того Репортаж Репортаж Ну, вот здесь Это то, чем я горю, да Тогда ты в гуще события Есть какое-то предпочтение по репортажу? Ну, не знаю, спорт или просто что-то с событиями Ну, чем активнее событие, тем оно интереснее, естественно, если это заседание какое-то Да То репортаж не такой Ух, 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 да, сонная очень Можно в целом и предыдущие фото, да, никто не заметит разничек Ну, вот здесь хочется отдельно поговорить, конечно Сколько лет ты с командой «Футбольный шериф»? С 2006 года Официально с 2010 года Ну, тогда первый вопрос Как впечатление от позавчерашнего матча? У нас эмоции просто до сих пор горят Мы с этого начинали, мы этим продолжаем, мы этим закончим, я чувствую Это фантастика, просто непередаваемое ощущение Мурашки до сих пор Да, да, это однозначно точно Нет вот этого ощущения отвлечения, потому что стадион, он гудит, он живет отдельной жизнью Есть погружение, наоборот, полнейшее, да, я хочу сказать, тем, кто не пришел на матч, осмотрел его где-то в интернетах, пропустил очень много То есть, просто мне кажется, тут же надо ловить момент вроде бы там, значит, смотреть, значит, да, в камеру, а хочется, что да Есть такое вот ощущение? Или это уже профессиональное? Слушайте, за год работы, да, вот это вот зрение такое, как в рыбе глаз, там, вроде смотришь прямо, а видишь еще, что слева происходит Ну и как бы уже знаешь примерно, что происходит на поле, и можно где-то там, пока заварушка где-то в дальнем углу, посмотреть на трибуны, что-то выцепить оттуда Что-то вот, может быть, приходит, ну, в память, да, на ум за эти годы, именно с командой связаны какие-то вот такие особенные моменты еще Вот как этот матч, это, наверное, тоже в копилку, да, войдет точно именно по эмоциям, по ощущениям Какие-то выезды, возможно, как это все эмоционально тоже происходит? Ну, любой выезд это праздник, ну, Лондон, конечно, впечатление, Норвегия, особенно приземленность Да, приземление было какое-то особенное? Да, было очень особенное Мы летели в тумане, ничего не было видно, и какая-то полоса такая очень узкая, где-то в море, да Отходя от футбола, еще вот каждый год, я, ну, мне кажется, вот последние годы я точно вижу 2 сентября, 9 мая, тоже, получается, я так понимаю, просто вот твоя личная инициатива Просто тебе хочется выйти с камерой и это запечатлеть Почему так? Я понимаю, допустим, один раз, да, вот условно говоря Потому что мне кажется, искушенному фотографу, да, ну, всегда что-то вроде как интересно новое Тут, в принципе, такие праздники, ну, наверное, один на другой похожи Или это все-таки больше про эмоцию, про историю? Ну, я же не по протоколу снимаю, я иду в толпу и там работаю Мне интересно отслеживать Каждый год, ну, казалось бы, одно и то же событие, но все равно по-разному все происходит То есть, ну, получается, летопись уже такая, сколько лет, вот... Ну, 10, наверное, точно То есть можно отследить, да, вот действительно, это очень здорово Были годы, когда я там отсутствовал и там 2 сентября проходило мимо, но я стараюсь Насколько лица людей меняются вот за это время? Ну, знаете ли, меняются, и количество лиц меняется, к сожалению Вот, и особенно, ну, четливо видно по 9 мая, когда там 2-3 трибуны было в ветеранах И сейчас там по пальцам можно пересчитать Да, к сожалению, их время, да Очень четко отслеживается, да Это, правда, очень крутая летопись, потому что, во-первых, картинка, да, то, что даже вокруг Да, да, да Точно там уже дом был, слушай, я просто реально, я сейчас говорю точно, потому что... Хлоп, и стометровка, да, сейчас Что там было, а там, да Ну, то есть, да, если хочется какой-то такой приступ ностальгии, то можно в том случае просто залезть в архивы и вот поностальгировать однозначно точно Есть ли желание вот какой-то художественной фотовыставки, потому что, вот, мы как раз говорили о том, что, да, телефоны, как кажется, что они побеждают, но все-таки настоящий художник, да, фотохудожник, это тоже большое искусство и мастерство Конечно Есть что-то такое в планах, в желании, что-то такое сделать? Ну, в планах нет, ничего не планировал Раньше выставлялись, чаще были выставки, там, и мои работы были, но сейчас как-то без этого Меньше, да Не знаю, наверное, к сожалению, да, все-таки напечатанные работы, они воспринимаются по-другому, особенно когда все оформлено и есть какая-то история Но пока так, пока все онлайн Я, честно говоря, очень бы хотела, наверное, попасть вот на выставку как раз вот работ, которые там, условно говоря, по нашим каким-то датам И когда действительно ты можешь посмотреть 10 лет назад, там, 5 лет назад Ну, ретроспективы Да, да, то есть и увидеть это действительно в распечатанном варианте, когда ты можешь вот прям смотреть, это было бы, мне кажется, очень здорово Это мы намекаем, что мы хотим, мы ждем Есть союз фотохудожников, есть фотоклуб, да Обратитесь к ним, да, да Ну, мы так посылаем запрос, так сказать Отчетные фотовысловки должны проходить Да, да, это было бы здорово Сереж, спасибо большое, еще раз с праздником, ну, собственно, всех причастных Все-таки, конечно, профессиональная фотография, это тоже во многом для души, правда, это здорово Ну, кстати, касаемо подводки, доктор флюорограф тоже Да, тоже фотограф Тоже фотограф, поэтому и докторам Богатый внутренний мир, да Да, 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 все видит Тоже в ретроспективе может для тебя сделать твою персональную фотографию У меня, кстати, есть автопортрет Фотография распечатана Да, мой череп Вот так, да Ну, вот на такой позитивной ноте Будем прощаться, спасибо, хорошего дня Вам спасибо, всего доброго Ребят, поверьте, есть все-таки предел фантазии, как объявить слово гороскоп Потому что гороскоп-то бесконечен, как доказало человечество А все-таки предел фантазии Конечен Где-то все-таки он завершается Поэтому сегодня банально и красиво Гороскопчик на Первом Придестровском Давай Овин, не бойтесь сочувствовать людям, которые, на ваш взгляд, в этом нуждаются Такое отношение не станет свидетельством вашей слабости Напротив, оно продемонстрирует вашу моральную силу В смысле сочувствовать Сочувствовать, значит, поддерживать Да Поэтому как-как вот не поддержать? Следующий красивый словос Не жалеть, а именно сочувствовать То есть переживать с человеком Да, переживать, сочувствовать, поддерживать Обязательно, да, и не только овны И все Да все, все Давайте все друг другу посочувствуем В любом случае Поддержим друг друга Тельцы Сегодня тельцам придется много балансировать между окружающими и их людьми Хорошее утро, быстротечный рабочий день и спокойный вечер Вот прогноз для тельцов на сегодня Меня все устраивает и утро действительно пока хорошее все Почему? Потому что я в вашей компании Машина, спасибо Я в компании Марии Фантазии Да Давайте дальше Близнецы Прилив сил, позволяющий, если не свернуть горы, то хотя бы выполнить запланированные на сегодня дела Почувствуют прежде всего те, кто сделает максимальное количество добрых дел Не стоит на них скупиться Прости, у меня уже, знаешь, профессиональный деформатор тыскала горы, а у меня Ахматова Перед этим горем гнутся горы Но это никак не связано с близнецами Ой, ну и надо делать вид, что ты, значит, весь... Ох, да, знаете, да Ахматова у него на уме прям Да, 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 нет, ты, но не вот это не надо Она очень хорошая женщина была Раки, сегодня нерешенные проблемы будут постоянно напоминать о себе и побуждать к решительным действиям во вторую полуину дня Постарайтесь отвлечься, занявшись любимым делом Однако надолго забыть о делах вряд ли вам удастся Раки, мы как раз вам и сочувствуем, и соподдерживаем вас Все у вас получится просто верьте в себя Решите все свои дела и, ну, наступит долгожданная, я думаю, пятница Да Учитывая, что вы в четверг переделаете все дела Что-то мы давно уже не говорили, четверг это маленькая пятница, Раки, держитесь Да Дальше... Львы Да, сегодня для львов возможна ситуация, в которой они смогут на 100% проявить себя Это не останется незамеченным окружающими В общем, успех, признание и все, что с этим связано, сегодня ждет львов Девы, сегодня харизма дев работает на полную катушку Не планируйте ничего конкретного, проживите день спонтанно Ты чего с работы ушел на 2 часа раньше? Прожил день спонтанно, говорят, сегодня дева Импровизация ваша все Молодцы Далее у нас весы Сегодня у вас появится редкий шанс исправить совершенно недавно совершенную профессиональную ошибку Правда, с одним условием Вам придется сделать выводы из случившегося и впредь подобного не повторять И это самое трудное Что за норовоучение с утра? Самое трудное, это все-таки не повторять ошибок, но с другой стороны, все мы из них и состоим Скорпионы Кто-то из друзей может попросить вас о помощи, которая будет заключаться в необходимости Внимательно выслушать и дать дельный совет Сделайте то, о чем вас просят, это ведь совсем не сложно Я думаю, что, как и овны, скорпионы сегодня сопереживаются, чувствуют, поддерживают Ушки на макушке и слушаем того, кто вам близок, он что-то хотел вам важное сегодня сказать Стрельцы Доля самокритики не помешает даже такому самоуверенному человеку, как вы Вот только не стоит заходить в этом процессе слишком далеко Вполне достаточно признать ошибку и сделать из нее выводы Не увлекайтесь самокопанием, в общем Да, в общем, это на каждый день совет Козероги, Мария, здесь очень много пожеланий, ну, в смысле предсказаний Благоприятный день для общения, новых знакомств, путешествий или приема гостей Вероятно, неожиданное известие заставит вас пересмотреть планы на выходные или на предстоящую неделю Сон исполнится, если уже снился раньше Драка, спор во сне, к благополучию Я напоминаю, что у нас местный островок и торовок Мария Пантаси составляет этот гороскоп лично ручками Ну, почти, нет Да, ну Я обращаюсь, так сказать, к высшим инстанциям Да, видите, она уже разговаривает А у тебя бывало такое, чтобы тебе какой-то сон снился дважды? Ну, регулярно У меня есть повторяющиеся сны Я не буду говорить признак, чего это, но да, у меня бывают повторяющиеся сны Проанализирую этот момент Поехали, навстречу водолеям Помириться с близким человеком поможет подарок Возможно, скромный, но обязательно подобранный конкретно для него С учетом его симпатии, увлечений и предпочтений Ну, мне кажется, это всегда самое ценное, когда ты чувствуешь, что подарок действительно... Говорит меня хочешь, да? Говорит Овен, которому сегодня надо сочувствовать Ну, то есть, когда он сделал прямо вот для тебя С учетом каких-то вот твоих там, я не знаю, предпочтений, особенностей Да, если хотите электрообзика, выпилите ему фигурку из любимого сериала, не знаю Сделайте что-то хорошее, короче, водолей Рыбы к раздражительности со стороны близких людей нужно отнестись с пониманием Поскольку она продиктована не внутренним состоянием, а влиянием уны, которая скоро пройдет Ну, то есть, это, знаешь, не бес попутал, а ретроградный Меркурий А луна ударила, да А ретроградный, да, да Все, 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 не пытайся, и так все, поняли, очень хорошо Ну, в общем, просто это очень такая модная тема, вот, мы с Сашей с ней как бы не согласны Вот, но в целом, пусть на вас не влияет ни плохая луна, ни этот Меркурий, ни кто там еще может повлиять Просто напоминаем, удача сопутствует дерзким, это главное Будьте смелы, храбры в своих поступках и любой гороскоп вам пополечу Да Во вторник у нас была премьера нашей новой рубрики Она у нас о книгах, называется «Книжный ревизор» Теперь дважды в неделю мы будем подсказывать, ну, я не знаю, что почитать Какие-то небольшие рецензии, подборки В общем, все то, что связано с книгами, ну, и наверняка будет полезно, ну, абсолютно всем Да, ну и мы решили присоединиться, лето еще не прошло, оно еще продолжается, но в самом разгаре, хотя и август Хотя и середина августа, пусть будет, Маша, для тебя я скажу, что лето в самом разгаре И мы подобрали некоторое количество книг, которые нравятся нам с Машей, которые мы тоже советуем прочитать в стиле лета Да, ну, на самом деле, этим вопросом заинтересовалась еще Дарья, собственно, наш книжный ревизор Поэтому частично это, конечно, вот отсылка к премьерному выпуску книжного ревизора Ну, чуть-чуть с добавлениями, так скажем Ну, начнем Давай А, я начну Ну, как хочешь Ну, давай, тогда я начну с вот этой Я начну со второй книги, потому что она мне очень нравится, очень близка Это Рэй Брэдбери «Роман виной задуванчиков» и его продолжение, в общем-то, повесть «Лето прощай» В общем, такая лирическая, ностальгическая повесть о детстве Ну, именно сам роман «Виной задуванчиков» Если вы не читали, то я вам даже завидую, потому что это будет невероятное ощущение Всем тем, кто читал, вы понимаете, о чем я говорю Это даже не о лете, как о лете, а, наверное, все-таки о детстве, которое мы называем этим летом Потому что все равно остается легкое после вкусия И там повествование, по сути, от лица ребенка, и оно настолько какое-то теплое Вообще, язык у Рэя Брэдбери очень такой, мне кажется, обнимающий Он такой ласковый и теплый, что ты абсолютно сразу же погружаешься в эту атмосферу Плюс еще вот это какое-то детское восприятие Но, правда, если где-то вам грустно, я не знаю, одиноко, ну вот просто почитайте И станет еще грустнее одиночее, потому что книга очень трогательная Да, трогательная, но вот она вас прям возьмет и обнимет, понимаете? Вот это вот ощущение, я думаю, оно точно передастся Дальше есть еще, тоже, опять-таки, вот мне кажется, у многих авторов лето ассоциируется как раз с детством Поэтому следующая книга называется «Этим летом я не я» автор Джин Литл Там, по сути, два героя, они меняются местами И это тоже такой средний школьный возраст Ну, наш с тобой как раз Да, примерно наш с тобой Мы просто с Сашей очень хотим где-то, наверное, вернуть Нет, я совершенно не хочу, мне нравится мой возраст, ребят, все в порядке Ну, в принципе, да, тут вот читаешь и где-то окунаешься, что-то вспоминаешь И вот оно все такое детское, летнее, вот эти вот каникулы, ощущение свободы, радости Нет, вот каникулы, конечно, бы я вернуть хотел, жалко, что у взрослых такого нет Да, вот эти романы, они возвращают, ну, повести, романы, да, рассказы Они вот отправляют нас в одно из самых приятных вообще периодов, да, жизни каждого из нас Это очень здорово Роберт Хайнлайн «Дверь в лето» Ну, невероятно любимая мною книга, на самом деле Потому что в ней совместили все Котов и фантастику В общем-то, естественно, кот, он один из главных персонажей И в чем фишка, да, почему «Дверь в лето» Он все не может понять, почему взрослые, большие люди открывают перед ним дверь, а за ней зима А он верит, что есть дверь, которую откроешь, и за ней будет бесконечное лето Такой рай для котов Рай для всех живых существ У чижа и компании, у группы есть прекрасная тоже песня про «Дверь в лето» О том, что любой дурак знает, кошке нужен дом В общем-то, трогательная книга Причем, когда будете, если в первый раз читать, сначала не поймете, в чем живет трогательность Поскольку это детективный боевик в целом, потому что Роберт Хайнлайн, он не писал как Брэдбери Он более такой, да, как бы жесткий писатель, любящий бластеры, выстрелы, взрывы и все остальное Но какая самотрогательная мысль Линия вот этого кота вызывает, конечно, даже немного слезы в конце Да, но вот заметьте, пока вся подборка, она, слово трогательное Вроде лето такое буйство красных Слушайте, напишите что-то нормальное, в конце концов, писателя, ну что-то веселое Ну, значит, что-то, опять-таки, более такое, ну скажем, мне кажется, серьезное из всего Это русский автор Русский автор Иван Шмелев Есть такое произведение «Лето Господне» Ну, по сути, там три части Это радости, это праздники, это скорби Там, опять-таки, правда, повествование опять от Лица ребенка Да, от лица ребенка, ну, живущего в такой патриархальной купеческой семье Ну, и это произведение, конечно, будет ближе тем, кому близка тема религии То есть там вот все Ну, как вы догадались Немножко другое направление Лето Господне О том, как найти дверь, видимо, непосредственно туда Я не знаю, я не читал В общем, я, честно говоря, тоже, но нашла все-таки вот в списке немножко другое произведение Ну, в отличие от того, о чем мы говорили Потому что остальные произведения, это прям вот мы вас обнимем по-летнему Дети, просто я не могу не вспомнить про книгу, которую даже ты читала Которую я тебе советую, это Манюня Это же тоже летние каникулы девочки Я, к сожалению, не помню автора Но Манюня, вы не пропустите Она одна такая Книга о детстве, книга о каникулах Причем книга о разноплановой дружбе Девочки-еврейки, девочки-армянки Как это у них все весело, как это все зажигательно И как вот это все происходит Там какие-то забавные детские истории, которые вот реально могут случаться, мне кажется, вот где-то в таком возрасте Вот, когда тебя за это могут наругать родители Причем именно наругать Сейчас нас поругают, а в детстве все-таки наругивали И было немножечко наобидно Да, мы можем говорить, как вы понимаете, бесконечно о лете Но пора переходить все-таки ко второму выпуску книжного ревизора На этот раз там речь пойдет о сериях книг Тоже несколько таких подборок, подсказок, что почитать Причем разной направленности Ну, потому что, понятно, у каждого из нас свои вкусы и предпочтения Главное в этом всем читать Передаем слово нашему главному книжному ревизору В прошлый раз мы посоветовали вам, что почитать В этот раз мы посоветуем вам, в каком формате это сделать Книги, книги, книги Согласитесь, глаза разбегаются Невозможно выбрать, какую серию сегодня взять почитать Но мы поможем вам выбрать нужную книгу Нужного объема и по нужной цене Первое, что привлекает внимание, это недорогие книги Небольшого формата Это серия мини-буки Их действительно можно брать с собой в карман Можно брать на работу, оно подойдет в любую женскую сумочку или в мужской портфель Даже пускай полностью набитый бумагами В эту серию не входят большие произведения Но входят культовые произведения писателей 19 и 20 веков Таких как Рэй Брэдбери, Фрэнсис Скотт Фиджеральд, Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский и многие-многие другие Следующая серия называется Ожившие предания Это серия для всех любителей истории Авторская серия Александра Прозорова Это писатель, который пишет о женской судьбе в нелегкое время Княгиня, царевна, сильной духом женщины История, основанная на настоящих фактах Переплетенных в романы Ну и раз уж мы с вами уже затронули тему истории Следующая серия называется История России в романах Новгородская вольница Княжна Острожская Ледяной дом Эта серия целиком и полностью посвящена ключевым моментам истории Только не пугайтесь Это не скучные даты и фамилии Это настоящие остросюжетные романы Интриги, воссоединения и разбитые сердца Все на фоне исторических событий Теперь отвлечемся от истории и перейдем к современной литературе Следующая серия как раз таки рассчитана на читателя возраста 20 плюс лет Эта серия книг называется Like Books И в ней собраны все остросюжетные романы современности Но и не только Я держу в руках книгу серии правильные книги В основном это произведения зарубежной классики Чем же еще примечательна эта книга? Если мы ее перевернем, увидим специальный знак Он говорит нам о том, что книга создана из специального рощенного леса Предназначенного как раз таки для книгоиздания Мы надеемся, что благодаря нашей подборке вы сможете выбрать себе серию по предпочтениям А изучать книги и книжную индустрию мы с вами продолжим в следующий раз Мы вот с нашим гостем чуточку ранее говорили о том, что даже по фотографиям, которые сделаны, условно говоря, 15-10, 5 лет назад Можно посмотреть, как все вокруг меняется Меняются не только лица, меняются здания, улицы, облик Ты так далеко отходишь, 5 лет, мне кажется, с учетом парков, это 2 года, и это разительная разница Вот, например, мои друзья, которые приезжают, которые некоторое время здесь не были Они удивляются, насколько становится красивым республика, террас, пальбендеры То есть раньше некуда идти гулять А сейчас, вот даже я человек, не особенно гуляющий Я люблю прогуляться с друзьями вечером, потому что есть где Не просто пройтись по центру, посмотреть на эту, как бы, немножечко увядающую стометровку, которая там была, вот это все А огромный красивый парк, в котором, причем, очень приятно наблюдать за разными зонами Кто-то сидит возле лебедей и смотрит, кто-то на роллер-дроме, шахматисты, спортсменные Абсолютно разные, да Люди возле фонтанов Интересно И ты погружаешься в атмосферу вечернего города, это действительно прекрасно Однозначно так, и просто это происходит на наших глазах Вот буквально Такое ощущение, да, что ты вот эти изменения чуть ли не потрогать можешь, потому что это вот все происходит прямо здесь и сейчас Почему ты можешь потрогать? Спокойно прийти и потрогать фонтан или статую Екатерине II, почему нет? Да, однозначно так, ну и это происходит, мы просто столичные жители, нам, конечно, ближе А, нам-то столичным, знаете Да, ближе эти изменения, но они-то происходят по всей республике Абсолютно каждый город страны преображается И большая стройка, она по всей стране Ну и мы решили, собственно, продолжить эту тему в нашем следующем сюжете И собрали так, ну, воедино, такие, скажем, локальные изменения в масштабах всей страны Давайте посмотрим Республика преображается Все началось с парка Александра Невского В обновленную крепость потянулись не только туристы, но и свои Затем поющий фонтан в Террасполе Екатерининский парк Слободзея Аркадная площадь, белоснежный фонтанный комплекс в самом центре города Буквально через дорогу новый парк молодоженов Его построили на месте пустыря Небольшой участок, но огромная фотозона С качелями, нарядной каретой, озером и ротондами Место планировали так, чтобы одновременно здесь могли провести фотосессию Сразу несколько пар И еще интересный факт В парке все монументы из настоящего мрамора Зрелище просто неописуемое Работа на финишной прямой, так что не стройте планы на начало сентября Все в Слободзею! В сентябре завершат большую стройку в Дубосарах Парк энергетиков открыли еще в 50-х С тех пор изменений в нем было немного Только косметический ремонт В июне этого года зону отдыха решили изменить до неузнаваемости Детские площадки, столы для тенниса, футбольное поле Работы в самом разгаре Площадка не позволяла выполнить работы Были свои нюансы по рельефу На сегодняшний день подготовлен котлован Подготовлены уже подпорные стены И в ближайшее время уже работы пойдут уже в полном темпе В первую очередь это будут залиты бетонные площадки Обе площадки будут с искусственным покрытием Футбольное поле размером 25 на 47 Это размеры стандартного поля для мини-футбола С искусственным газоном И баскетбольная площадка В Рыбнице обновляют центральную площадь и набережную Здесь же появится фонтан А это государственный университет Узнали? Взять с фото до и после в жизни не догадаешься, что это одно и то же место Площадь перед корпусами стала просто огромной Вот что значит разгрузить пространство Совсем скоро станет еще и зеленее А еще у ПГУ появится фонтан Фонтан уже в принципе у нас находится на заключительном этапе Сделана полностью отделка наружная Сделана отделка внутри Полностью готова под установку статуи студента Это статуя студента в мантии, в очках В одной руке, а на одной руке у него сидит сова В другой руке под мышкой он держит учебник Улица Ленина в Бендерах приобретает новые черты Дорога стала значительно шире и теперь отчетливо виден парковочный карман Более того, уже приступили к восстановлению пешеходной зоны В Бендерах она на этой улице двухъярусная Так вот, сейчас полностью меняют лестницы между ярусами, после чего начнут выкладывать плитку Новый сквер, продолжение зоны отдыха напротив Декад Каченко С нашего последнего визита тоже сильно изменился Парковую зону условно разделили на секторы Клумбы и каменные оазисы, где уже устанавливают парковую мебель Кстати, вы можете обратить внимание на этот необычный фонарь И нам кажется, что интерьер парка нас сильно удивит А вот возле самого Дворца культуры может показаться, что совсем ничего не сделали Однако, это не так Все это время мастера занимались установкой сухого фонтана Кстати, коммуникации проложено уже на 50% И прямо сейчас заливают фундамент Так что остается только ждать результата Ну что, мы посмотрим, пожалуй, прогноз погоды на сегодня И мне кажется, что как раз та погода, которая будет сегодня, она подразумевает группу АХА Ну хорошо, погода в стиле АХА, пожалуйста Ну в общем, в принципе, выглядит все внешне хорошо Да, ночью 13-14, 24-25, заметили, как посвежело? Не забудьте взять дутик из дома на всякий случай Приднестровское лето заканчивается В общем, на севере республики в центре даже еще чуточку холоднее Днем 23-24 Замерзаем, замерзаем Ледниковый период наступил Ну для августа в Приднестровье это свежо, но, надо сказать, дождливо будет Вот особенность этого дня Почему, значит, АХА Вот, что-нибудь такое старенькое, душевное Прям хочется послушать, когда за окном пасмурно За окном пасмурно, а тебе на работу и в баршрутку Но если АХА, все станут немножко добрее Поехали на юг Ну понятно, что здесь особых изменений тоже нет 13-14 ночи, 23-24 Днем так же пасмурно Давно, мне кажется, дождей у нас не было Ну относительно, конечно Машка Буревестник, называем ее на телевидении, немножечко нежно Потому что давно не было дождей, а теперь они пойдут, говорит Мария Фантазий Ну и Александр Бондаренко присоединяется Я заметил, как красиво еще и ножкой шарф был, когда тебя объявлял Мы очень рады были провести это утро с вами Мы надеемся, что вы испытываете те же чувства В общем-то, кто не успел позавтракать, обязательно позавтракайте, это важно Зарядочку сделайте тоже для хорошего настроения, для бодрости духа Каждому свое, главное позавтракайте, зарядка и до вечера подождет Ну в общем, замечательного тебе дня, республика Ну и надолго мы, конечно, не прощаемся Конечно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!